В ходе визита в Каратубинский район глава региона Галий Скалиев посетил ряд социально-культурных объектов и ознакомился с их работой. Также Акимобласти воинспектировал капитальный ремонт местного спортивного клуба и посетил мемориальный комплекс Алаш Орда. Пообщался с предпринимателями, которые построили комплекс на собственные средства. В ходе визита Акимобласти Галий Скалиев ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту здания районного спортивного клуба в селе Каратубе в рамках программы АУЛ Ельбисыг. Завершена кровля, заменены двери и окна, модернизирована система отопления. Ремонтные работы, начатые в апреле, близятся к завершению. В будущем жители села смогут заниматься спортом, играть в теннис, бильярд, заниматься в тренажерном зале и проводить свободное время с пользой для здоровья. Стоимость проекта – 48 миллионов тенге. Раньше это был спортзал. После капитального ремонта стал большим спортивным комплексом. По плану должны завершить работы в августе, но они тут активны и, возможно, объект дадут раньше. Далее Акимобласти Галейск-Алиев проинспектировал строительство дорог в районном центре, протяженность которых превышает 9 километров. Необходимые средства выделены. По словам подрядчика, работы ведутся по графику. В рамках проекта отремонтируют все центральные дороги в селе. Асфальт проложат и до новых домов, возведенных в рамках госпрограммы. Асфальтируются все центральные улицы, в том числе улица Алтон-Сарина, по которой поступало много жалоб от населения. Еще один объект, на котором побывал глава региона, новый музей в районном центре. Здание Алаш-Орды и мемориального музея Каиржана Хасанова построены и оборудованы полностью за счет частных инвестиций. Хасановы выступили с предложением построить новый объект культуры. Их дедушка Тулиген и Мангазиев работал во времена Алаш-Орды. Отец у них краевед, почетный гражданин Каратубинского района. И это пример данного им воспитания. Они выделили 100 миллионов тенге. И на эти деньги велось строительство. Братья Ержан и Нуржан Хасановы специально заказали копии рукописей и документов из республиканских архивов. Мемориальный музей состоит из четырех основных залов, оснащенных современной техникой. Общая площадь составляет 500 квадратных метров. Здесь представлены самые крупные съезды алашординцев и их деятели. На первом стенде съезд, который прошел в Оренбурге, и состав, который был там сформирован, это все известные люди. А здесь копия протокола, который взяли из алматинского архива. Глава региона поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие родного края, строительство мемориального музея в отдаленном селе, а также за масштабную работу по реализации программы первого президента Рухани Жангру. Это прекрасный пример патриотизма, подчеркнул Галей Скалеев. Предприниматели намерены передать на баланс государство музей, в котором можно будет проводить различные культурные и научные мероприятия регионального и республиканского уровней.